Всем доброе утро, друзья! У нас сегодня четверг, 16 мая. Иду на работу в уже знакомом вам месте. У нас сейчас стройка справа, на улице Дождик. Я иду с зонтиком. Но обещают, что вроде завтра, уже в пятницу, уже будет погода потеплее и солнечнее. И сегодня мы ждем гостью нашу дорогую Викусика из Львова. Утром она мне написала, что вроде все нормально. Успевает в аэропорт, не опаздывает. Она прилетит в Милан. Потом на автобусе приедет в Луган. Мы вечером в свете ее поедем, заберем на машине. Потому что билет на автобус из Милана до Лугана будет, наверное, дешевле стоить, чем из Лугана в нашу деревню. Ну и нам тут недалеко, 35, наверное, километров. Пойдем ее с удовольствием, заберем. Завтра у меня выходной. Очень удачно будем с ней гулять. Буду и показывать наши местные красоты. В субботу, воскресенье, понедельник. А Витя с девочками выходные. Я буду работать, но всего полдня. Надеюсь. Или мы вместе как-то, или... Может, они без меня. Тоже какая рола красивая. У нас до дождя. Лепестки обсыпались. В общем, мы хотим ей, конечно, максимально тут культурную программу. Организовать маркоте хотелось бы показать. Аскону. Мы посмотрим, что у нас получится. Подтопило деревья. Обычно уровень воды ниже. Организовать маркоте хотелось бы показать. Закончила я работу. Вышло, у нас такой дождик идет. Гор вообще не видно. Хотя вот они там есть за домом. Такой, правда, тихий, спокойный. Хочется сидеть дома и смотреть в окошко. Ну, мы так и будем делать сегодня. Только Викусика заберем с автобуса. Будем все вместе сидеть дома и смотреть в окошко. Иду на автобус. По дороге... Ну, с работы-ка дошла. Домой зашла, сорвала редиску. Смотрите, какая уже красивая. Крупненькая. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть штучек. Хочу угостить еще девочку с работы своей. Сегодня бы знала, что она есть. Я бы сегодня набрала. Ей как раз вот бы поспела. Там еще есть не такая крупная, но все равно есть. Но я посмотрела, она сегодня выходная была по расписанию. Прихожу, она на работе. Я говорю, ты чего сегодня? Она говорит, да я поменялась там с напарником, который должен был вместо нее. А я же не знала. Ну, ничего, в следующий раз. У меня там еще редиски. Это вот еще два ряда растет. И еще посажу. Пусть растет. Мы встретили Викусика и садимся кушать. Всем, кто садится, тоже кушать. Приятного аппетита. Гуляем мы с Викой по такой красивой коммуне. Называется Кама. Я сама здесь раньше не была. Но знала, что тут есть интересные всякие красивые места, которые Вике бы понравились. И мы с ней поехали и набрели вот такой вот ресторан. Называется Грот. И я в одном месте их не видела столько раньше никогда. Это такие, как были погреба. Вот тут маленькие такой кладовки для хранения у людей. Они жили вот недалеко здесь, деревня. А здесь вот в этом прохладном месте, в скалах, были их такие вот кладовки, в которых они хранили продукты, запасы мяса, сыров и так далее. Сейчас, когда уже нет необходимости в них, вот вниз туда тропинка, там тоже в скалах холодно всегда. И это были такие у них кладовочки, в которых они хранили продукты. Вот эта вот маленькая, она тоже. Номер у нее стоит. Видно у каждого под своим номером хозяина. Она так вгрызается в скалу, в камень, в лесу, в прохладном месте. Нет окон, только двери для вентиляции, небольшое окошко. Раньше их использовали крышевики каменные для хранения продуктов. Сейчас во многих из них делают ресторанчики, которые называются «Гротто». Если ресторан в такой бывшей кладовке сделан, он называется «Гротто». Еще мы тут с Викой нашли целую большущую поляну земляники. Причем здоровенная, крупная такая. Ну вот эта зелененькая, спелую мы уже все пособирали, по-моему. Вот еще одна есть. А, нет, это уже кто-то скушал. Вика говорит, приходите сюда через пару дней, будет тут второй урожай. Много очень. Ну это уже тоже все. Насобирали с ней два стаканчика земляники. Эту тоже уже кто-то поел. Здоровенная, крупная такая, круглая и пахнет очень вкусно. Ну как и должна пахнуть земляника. А вот тут ступеньки вот в этот вот грот. Вот, вернее не грот. Но грот это уже когда переделали этот домик под ресторан. Это вот эти кладовочки. С этой стороны тоже такая же одна. И вот там вторая. Хотя тут есть печки, трубы. Не знаю, может быть это и жилые дома были. Здесь написано, что это музей. В бочке какая-то такая, как сказать, печка. Это пресс виноградный. Не, ну это не похоже на жилой дом, потому что нет ни одного окна. И вот здесь полянка, на котором раз, два, три, четыре вот такие кантины. Вот этот домик, вот домик, вот домик и вон домик. В таких естественных местах, которые прохладные среди скал и деревьев. Вот тоже. Вот я подумала, что раз он с трубой, то это какой-то жилой дом. Но судя по размеру и отсутствие окошек, это тоже был вот такой вот как погреб. Вернее, погреб он под землей. А это вот, видите, в таком естественном углублении. С этой стороны скалы, с той стороны камни. Вот такая вот была у них кладочка. Вика нашла полянку. Посмотрите, какая здоровенная. Нам не хватит наших стаканов пустых. Взяла стаканчики, чтобы чай с термоса попить или водички. Посмотрите, сколько. И никому, кроме нас, она не нужна. Посмотрите, какая здоровенная. Пахнучая. Сюда надо путь. Приехали мы с Викусиком в Санта-Марию-Каланку. Погода немножечко нам пытается помешать. Но мы гуляем по такой погоде. В церковь зашли, посмотрели. Сейчас еще поднимемся на башню. Отсюда вот открывающийся вид смотрим. Немножко не очень он сейчас из-за туч. Но, как мне кажется, наоборот, что-то в этом есть интересное. Тучами закрыты горы. Но зато оно такое вот небо. Вот такое вот красивое. Грозовое. Где-то гремит там еще далеко гром. Она еще сюда пойдет. Дождик. Вон там внизу наша Грона. За ним Сан-Витторе. Все равно красиво очень. Там вверху горы в снегу. Здесь церковь. Я не знаю, как насчет снега, но дождь параллельно земле, по-моему, летит. У меня такое ощущение. Такая красота отсюда. Сан-Витторе. 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 Продолжение следует...